Всем привет! Привет из Швеции, ребята! Вновь я в Швеции, вновь снег, зима вернулась под мои колеса, но я на полуприцепе. Пришел я в трейлеборг из Ростока на пароме, сейчас еду на выгрузку, у меня можно сказать толстая фанера, поэтому достаточно тяжеленький груз, ну как тяжелый, обычно 24 тонны где-то. Вот, шел на пароме ТТЛовским Росток в трейлеборг, вообще так не понравилось, например, он идет там чуть больше 6 часов, нигде не видно во сколько он придет, видно его положение, а другой информации нет. В каюте телевизора нет, интернет вообще нигде не работает. Короче, блин, пипец, такая убогость такая, убожество. Хорошо хоть в каюте один жил, ну, душ принял, как обычно взял с собой, кофеварочку свою, кофе свалил, все дела. Используйте второй выезд. Даже, блин, не дают этого самого билета скидочного на питание, либо на магазин. Ну, вообще, реально не понравилось. Я первый раз, кстати, ушел из Ростока на пароме. Через 600 метров на кольцевой развязке используйте второй выезд. И все нормально, вот пишет, возможно, гололед. Хорошо, возможно, возможно. Так, что я еще хочу сказать? Уже есть задание у меня на погрузку-выгрузку. На кольцевой развязке используйте второй выезд. Пойдем по кругу. Помните, я медь брал и вез ее в Бельгию. Волэн. Так и здесь. Хельсинборг. Хельсинборг, по-моему. Буду брать опять медь и повезу обратно в Волэн в Бельгию. Используйте второй выезд. Где я буду делать 24-ку или 45-ку еще? Под вопросом, а вообще под вопросом, как я пойду. Два варианта. Либо я пойду на пароме. Через 600 метров на кольцевой развязке используйте второй выезд. Либо Игорь хочет, что надо заправиться через здание. Я говорю, мне все равно как. У меня 24-ка. Но самое... Мне более, говорю, важно, чтобы я в Голландии побольше постоял. Потому что там интернет у меня безлимитный работает. Вот здесь. Ну, ведь напишу письмо датчанам. Посмотрим, что они. Вчера написал. Затем ответ. Через 300 метров на кольцевой развязке используйте второй выезд. Вот. Что еще? Ну, это вот по плану, да? Видите? Немножко зима. Что я хотел сказать, ребята. Мне прислал тут ссылку мой подписчик Женя. И смотри, где второй выезд. Где там ребят в Польше оштрафовали за то, что они не компенсировали 2,24-ки подряд. То есть не сделали компенсацию, компенсационный отстой, да? Так скажем. Почитал комментарии. И так меня это, блин... Да, хорошо. Им фирма оплатит. Оплачивают, да? Не переживайте. Фирма оплачивает. Что там? Забудь, выброси. Все хорошо. Ладно, ребята. Что я хочу по этому поводу вообще сказать? Я всегда говорю и буду говорить. А, там пишут, что типа водители не виноваты, виноваты фирмы. Так вот. В любом нарушении, в любом нарушении виноват водитель. В любом, ребята. Это бред севой кобылы, блин. Я говорю, что водитель не виноват, а виновата фирма. Что она заставляет. Водитель последний, кто принимает решение. Подчиняться, либо не подчиняться. Но ответственность в любом случае будет лежать на водителя. Объясню почему. Ребята, проверка, проверка. Хорошо. Поехали. Вас проверили. Оштрафовали. Фирма оплатила. Нормально? Нормально. А теперь давайте возьмем простой пример. 56 дней граница нарушения. 56 дней, да? А вы на эту фирму уходите в отпуск и на эту фирму не возвращаетесь. Она вас просто не берет. Вы ушли там типа на две недели. Через две недели вам надо идти работать. А фирма вам говорит, машин нет у нас сокращения. Так что ищите другую работу. И вот вы находит другую работу, едете и попадаете на проверку. Как вы думаете, фирма, на которой вы работали до этого, она оплатит ваш страх? Я сомневаюсь, ребята. Я реально сомневаюсь. Это первый вариант. Второй вариант. Повторял и буду повторять. что проверка, проверка, как я говорил. Но если не дай бог что-то случится с вами, либо с вами, вот что-то случится с вами, вот попадете в какую-то ситуацию, то пострадаете. Машина пострадает, вы пострадаете. Поверьте мне, сразу будет проверка тахографа. Если будет выявлено нарушение режима труда и отдыха, страховая компания вам не возместит. Возможно возместит, но я очень сомневаюсь, что они вам возместят. Это раз. Фирма вам тоже не возместит. Это два. Ну а если говорить о вообще случае, если пострадает другой пассажир, другая машина, то ребята, как я всегда говорил, любой судья скажет, у вас в это время не должно было быть в этом месте. Так что решение нарушать или не нарушать принимает возитель, а не компания. Компания может пытаться вас заставить там, угрожать увольнением, шантажировать. Но в любом случае принимать решение должны вы. А если компания пытается таким образом на вас надавить, надо бросать такую компанию, посылать нафиг и уходить. Я понимаю, что ситуации разные бывают. Мне может сказать легче, я там европеец. Ребята, надо себя уважать, уважать свой труд, уважать свое здоровье, уважать свое психологическое состояние. И еще, я разговаривал с одними, разговаривал с другими, еще спрашивал советы. И знаете, я офигел. Оказывается, коллеги мои, как это сказать, почти все, вот почти все, кого спрашивал, они не знают, как правильно компенсировать вот это время, когда у тебя две подряд двадцать четверки. Как правильно, чтобы не было нарушений с компенсацией. Хочу вам объяснить на пальцах. Все очень элементарно, все очень элементарно. Первое. Две двадцать четверки вы можете делать, если третья неделя, на третьей неделе вы возвращаетесь домой, на базу, уезжаете в отпуск. Тогда это можно делать, но с обязательной компенсацией. Ни на каком-нибудь автохофе, ни на каком-нибудь трассе. А именно для этого это и есть это изменение мобильности. Потому что раньше нельзя было делать две двадцать четверки подряд. Но вот из-за того, что нужно людей вернуть домой, разрешили делать двадцать четверки с компенсацией до завершения, опять вот это главное, до завершения третьей рабочей недели. Следующей после первой двадцать четверки. Как это делать правильно? Смотрите, все мы знаем, что рабочая неделя это сто сорок четыре часа. То есть двадцать четыре часа от рабочей сутки умножить на шесть дней, которые мы можем работать, получается сто сорок четыре часа. Это понятно. Теперь компенсировать вот это время, которое вы не достояли, необходимо до конца вот этих сто сорока четырех часов. До конца. Понимаете? То есть в конце сто сорока четырех часов вы должны встать на сорокапятку. Это говорит о чем? Это значит компенсации вы должны сделать до вот этих, завершения этих сто сорока четырех часов. я думаю, это понятно. Но есть еще одно условие. До начала компенсации вы должны еще стоять девять часов, сокращенную паузу. Если она необходима, сокращенная, есть возможность. Либо одиннадцатичасовую паузу. Все зависит от сколько вы там отработали. Ну что сказать. Драуги, друзья, коллеги. Выгрузился очень быстро. Мне понравилось. Реально. Все очень здорово. Все очень хорошо. Подъехал к гейту. Его открыли. Заехал под навес. Раскрылся, раскрепился, выгрузился. Чудак говорит, вот там есть туалет. Там есть туалет, душ, кофе. Накрывал новая печка. Все дела. Я говорю, ой, спасибо. В следующий раз буду знать. Душ не нужен. Только с парома. Он говорит, а, и так далее. Главное, там Wi-Fi есть еще. Бесплатно. Блин. Все условия. Только жили. Только работы. Вот. Ну а сейчас. Хельсенбург. Грузится медью. И пойдем на Бельгию. Еще не знаю, каким образом. Он что-то получил. Может быть, что-то там. Ага. Продолжайте ехать по дороге 5 километров. Вот Игоря пришла информация, что... Ну я просто пишу. Прибыл на место. По привычке. Вы знаете, всегда, где бы я ни работал, в каком-то какой бы компания ни работал, хороший, плохой или нет. Всегда сообщаю. Ну, здесь по-русски обычно типа на месте. По-английски пишу. Иногда пишу, начали грузиться. Ну, начали грузиться обычно или выгружаться обычно тогда, когда какая-то задержка идет. Потому что в некоторых фирмах час дается. Надо потом сообщать, что не грузят или не загружают, не выгружают. Вот. Здесь желательно 20 минут. Где-то полтора часа, где-то два часа. Так как в случаях есть какие-то договора, контракты, в которых указано, что время простое более какого-то времени, уже оплачивает, что там, заказчик или отправитель. Такая вот ситуация. Но здесь немножко другая. Здесь я сообщаю Игорю, что, например, стою, жду, никого нет, у меня не грузят, не выгружают. Он сообщает датчанам, датчаны сразу напрягают. И я вот за это время, сколько я здесь уже, три недели с половиной, не раз замечал 10-15 минут и уже, блин, вокруг тебя суетятся люди. То есть работает быстро эта система. Вот. Так что на будущее, блин, что душ есть и вай-фай есть. Там, может, возле забора одно место есть, парковая, паркинг-плейс. Я там постоял кармашек, все дела сделал. Вот. Вот. Надо будет запомнить. То есть, в принципе, сюда можно и на ночь приехать. Там встать в кармане или вот на заправочке. Смотрю, за мной три Венгрии приехали. Один тот, который был на погрузке со мной. Смешной чудак такой. Там есть правила, блин. Там жилет, каска, да, все дела. Не, каска не было, по-моему, на загрузке. Ну, вся safety и ни в коем случае курить нельзя. Он такой выходит с машины сигареты и начинает грузить. Этот немец офигел, который меня грузил, с которым я болтал. Смеялись мы с ним. Он такой офигел, кричит и думаю, ты что делаешь, блин? Ну, по-английски. А тот-то не понимает. Говорит, ну, раскрепляюсь. Говорит, сигарету выброси. Тот не понимает. Я уже ему по-испански. Not fumar. No smoking. Сигарету выброси. Показываю. Он такой, ааа, блин. Такое смешное. Ее бензинцы падают с задницы. Ёлки-палки. С немцами вообще шутки плохи. Я уже с этим столкнулся, когда работал в Ситрансе. Они могут такой штраф влепить, блин. А могут вообще запретить этому владителю приезжать к ним в компанию. Так что поаккуратнее. На некоторой компании, где ты по телефону не можешь разговаривать. На загрузках. Помните, я рассказывал, что... Сколько сказал, блин? 250, по-моему, евро штраф. Припили одному полику. Я достал телефон. Он говорит, блин, не звони. Я говорю, мне надо написать, что меня не выгружают. Здесь нельзя. Видишь, нарисовано. Вы меня штрафовали на 250. Меня один раз предупредили, второй раз предупредили. На третий раз на 250 оштрафовали. И... По-моему, на 250... Честно, ребята, врать не буду. Но хорошая сумма. И еще послали письмо, чтобы меня сюда... Запрещают мне сюда ехать. Ну, хорошо, я объяснил, что я сообщал в этот самый. Но сказали, что больше так не делал. Хочешь, чтобы машина так решила. Письмо. Говорит, а мне, блин... Мне выгодно сюда приезжать, потому что... Он говорит, я делаю где-то 3 ходки в день. А мне, помимо зарплаты, за каждую самопогрузку еще 50 евро платят. Да, по-моему, 200 или 250. Потому что... Наверное, 200. Потому что... Такие суммы варьировали. 250... 250. То есть это очень большая. Он 150 сверху зарабатывает. Каждый раз, когда приезжает... Вот в день читать. 3-4 ходки сделал. 150-200 плюсом идет к зарплате. За самопогрузку. Это там, где вот... Мы грузились постоянно. Где куча документов давали всю францию. Как-то вот так. Ти-ти-ти-ти-Ти-ти-ти-или-ти-ти-ти-ри-ти-ри-ри-ри-ри-ри-ли-ри. Вот так! Так... Ладно... Едем. Что-то как-то weigh.. и думал что я хотел еще добавить всем вещам по поводу двадцать четверки я ребята я не занимаюсь демагогии я в принципе рассказывают то что я знаю потому что если у меня какие-то вопросы по работе с тофографом да и тут мы вопросы да и я звоню сразу пишу вернее преподавателю в риге и уже не не занимается в 95 годом потом работа объяснения с тахографом устанавливают тахографы она ведет курсы по 95 и очень хорошо знает тахограф все тахографы которые устанавливаются их фирмы и это фирма люкс она и здесь тахограф установлен потому что я вижу всегда отвечает на вопросы корректно объясняет то есть поэтому я понимаю работу с тахографом что и как так что если что код есть вопросы с тахографом ребят смело могут обращаться на комментариях писать мало ли мне какие-то нужны подсказки я не учитель подскажу как могу мне многие мои коллеги знакомые даже мало знакомы через раком пишут и спрашивают не то что много но достаточно честно и даже с большим экспириенциям с опытом пишут потому что действительно не все так как а вроде не было нормально проскочил поэтому кое-что знаю используйте 2 но это само по себе вообще надо знать тахограф я говорю есть с таким большим экспириенсом не ездил человек еще лет на паром а ты тут получается папа блин ему паром он подходит ко мне на переправе спрашивает слушай что делать как вот быть так так и так я говорю в зависимости какая ситуация какой у тебя тахограф много много от этого зависит всегда подсказываю я человек открытый всегда иду на 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 контакт ну не люблю конечно наглых а кто их любит правильно так и вот что-то я хотел сказать вот ехал ехал думал потом ставлю добавлю не про паром и на он получил информацию не иду я на паром на трели борг иду на паром хельсингборг хельсингборг не хельсинг хельсингборг хельсинг борн ну то есть это 10 минутный паромчик и швеции да не дальше в дании я заправляюсь и иду на ротбе на паром ротбе бутгарден и вперед через германию всю голландию бельгию нормально наверное двадцать четверку я постою в голландии где-то где-то в голландосию эх если б там Витска был где-то а может Витас где-то там стоит может где-то спотыкнуться можно будет больше чем не в Голландии в Голландии у меня интернет будет халявный еще до 16 числа так что можно будет нормально видосы посмотреть отдохнуть, загрузить что у меня есть обработать я только посчитаю сколько это по времени будет когда я там буду ну надо в конец в Голландии идти туда там где я по-моему уже стоял ну тоже по времени смотреть хоть и будет суббота ну субботу днем если приехать то место будет как-то так я кстати не сожалею мне там особо в траве мунде там не надо хотя мне как бы надо было бы заехать на базу хейстеркамп с механиком дежурным переговорить как это так как это так ну а сейчас продолжаем дежурь 70 километров 17 километров еще 70 километров ну там блин на погрузке будет долго там наверное 2-3 часа там заезжаешь в елку идешь в офис ждешь разрешения потом едешь в другой офис сначала на весы становишься потом идешь в офис потом съезжаешь с весов и ждешь подъедет чудак на форк липси на погрузчике и скажет следовать за ним туда подъехал там уже все расчехлился воврики положил приготовил ремни, уголки и началась погрузка хотя замки можно отдать еще и раньше как-то вот так то есть этот круг уже знакомый и знакомый тогда получается круг где я сдавал металл там где маленький квест пришлось мне решать где не мог выехать из елки потому что блин румынский парень там блин стоял на 45-минутной паузе а мне надо было выехать и заехать на весы ну ладно все в порядке настроение отличное ехаем дальше так ребята заезжаем мы туда куда нам надо заезжать мы здесь уже были сейчас будем вспоминать 75-й нам в Вархолмс сейчас мы там заедем потом вот здесь наверное контейнера сдают и нам по-моему сейчас пока надо по прямой ехать туда нам не надо направо надо вот здесь я помню там уже какие-то загрузки идут если возможно поверните на 180 градусов 705-й надо запомнить через 100 метров если возможно поверните на 180 градусов потом поверните направо этот мне уже ведет спорт если возможно поверните на 180 градусов потом поверните направо налево а я первый раз мог проехать чуть прямо через 200 метров через 200 метров поверните направо да не надо мне он меня уже ведет блин куда не надо лари холл 705 здесь мы тогда стояли я помню что-то оформлял документы как раз отправлял Игорь надо будет развернуться и встать на весы и тогда идти в офис прохладненько я вам скажу 6 градусов как-то свежо так скажем да вот здесь сюда контейнера возят санскип я встретил наш из рижской фирмы кстати меня как бы там ждали если бы здесь не получилось пошел бы туда именно на Швецию я хотел работать ес припери едем так спокойненько ездим 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 805 я уже вижу хорошо когда ты уже ну знаешь где где и что кстати это ниссанскип стоит не бородатые не бородатые швед или финн мало ли может быть какого-то из своих встреч знакомых дальше 706 сюда нам направо и на весы я первый раз пришел остановился потом пошел в офис мне сказали не дружок сначала на весы ну одна машина есть ну одна машина есть вторая есть нет пустой будет грузиться и вот там мне потом встать надо с левой стороны и ждать подойдут ребята подъехали сейчас выйдет с документами со всеми ой надо кепку одеть это прохладно это моя кепка шапка наденем шапку блин новую шапку мне Наташа купил я уже замызгал работаю в ней надо в руго работать конечно не в этой потому что я не могу найти ту вторую где она у меня упали другую одел чистую надо снять ее зачем я ее сделал надо ее снять она чистенькая парадная аккуратно сложить быстро этот раз даже ждать не пришлось сразу же приехал только начал раскрепляться за ним ехать поедем за ним поедем за ним поедем за ним поедем за ним в этой линии встанем и будут уже загружать надо еще резинки разложить уголки готовы в принципе 9 штук первую надо и вторую накрест налево указывать что ли Все, пойдем готовиться Ну все, уже, блин Едем на переправу Порт Топхэнс Поверните направо, потом держитесь левой стороны Через 200 метров, держитесь левой стороны И нам вон туда И нам вон туда Блин, какое стекло грязное С утра было чистое Ну правильно С утра, блин, все чистое Держитесь с левой стороны Ой Девять этих, блин, палетов Мне запигачили Как они называются? Металл Сплошной металл Едем, едем, едем Далекие края Через 300 метров Мне надо заполнять мне эту Используйте первый выезд Штучку, бумажку С этими, с этими Причем сразу на Путгарде Так Это главное тут не было Наверное тут надо идти Используйте первый выезд Крутый и правый Крутый и правый Через 600 метров Используйте парам 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 Друзья, где я тут заполняю? Что-то я как-то не понял Куда мы же заехали? Через 600 метров Используйте парам Ладно, надо идти заполнять Я уже давно мог заехать В какой-то Непонятный Мэн, блин Я уже, блин После него пошел Оформился, блин Там две минуты опормления А он только, блин Пришел Идеваясь Там же ничего сложного нет Через 200 метров Поверните быстро направо Потом сразу На кольцевой развязке Используйте второй выезд Никакой линии нет Немножко здесь другая организация Куда потом ехать В 11-ую Ну, а не в 11-ую Никуда Посмотрим Гоу-ту-лайн Левинг Тоже валился Едем Блин, давно уже мог заехать Тим-тим-тим Поверните быстро направо Тут паром очень быстрый, ребята 10 минут буквально Используйте второй выезд Будем ждать На этот пойдем Или в 16-20 А, 20 минут Блин, ехать Сейчас будем 20 минут ждать Ладно Гамлет На Гамлете пойдем Не будем выключать двигатель Потому что мы готовим еду Все наверняка здесь нет Не видел я Курица моя уже Надо ее кушать Как говорится Багету будем кушать Так 205 Это 3 часа мне ехать 3 часа ехать Получится 20 часов Вот я думаю Переправляться Или не Переправляться На Германии Надо подумать Только в 20 Я буду там А что с паромом А что с паромом А что с паромом В Германию Заехать Приятного аппетита Будем думать Ну вот она Ребята Это они Уже приехали Сейчас Погоним Погнали Спокойно Торопясь 16.44 Здесь Здесь Через 700 митров На кольцевой Развязке Используйте Второй Поехали Положено А судовое Время То есть Мое Сколько? 17.44 Правильно Переправивание Это нормально Электронно Водишь И все дела И суеты Ой Опасный Парень На лесопеде Через 300 метров На кольцевой Развязке Используйте Второй Въезд Присутся Все Тут 30 Только Всего Лишь Можно Ехать Понес Этот Коллега Несешься Поэтому тебе Красный Свет Загорается Не надо Наситься Сукафоры Блин Видят Понесся Получи Красный Нормальный Кстати Здесь тоже Электронный Такой Раз С билетиком Который У тебя До этого Нажимаешь И все И поехало Как бы Получается Вот мне Я уже не помню Мне что делать Со вторым Билетиком Используйте Используйте Второй В офис Будет Идти Потому Что У меня Сразу Два Расфигачила Там Вообще Легче Чем Заполнять Ту Самую Вводишь Только Номер Этого Самого Заказа Броне Вернее И все Продолжайте Ехать По дороге Два Груз Корректируешь И все Готово Чикурвис Утралала Бумажные Много Слишком Заполняют Там Все Уже Указано Получилось Два Колончика И Швободен Курочку Варю По По Дороге По Ходу Сейчас Мы Кстати Едем На Заправку 70 Км До Заправки Поворотники Не Включают Привет Решил Меня Остановить Видите Какая Погода В Дании Снежная Снежная 10 минут Переходим Речку Перешли И Все Я Вот Не Помню Реально Там По Мому Когда Сходишь По Мому Там Было Что Типа Паркинга Небольшого Или Я Это Уже Блин Саховый Путыл Там Блин Где Я Стоял Блин Вот Тут Гарт Сходишь Если Я Сойду И Там Будет Паркинг Я Там И Останавливаюсь Я Не Помню Реально Я Недавно Ушел Блин В рот Би Помню Здесь Не помню Коллекция Там Коллекция 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 Я По Дане Иду Они По Германию Что он там пикает? Что такое Total Action? Ты скупит. Он не должен тут работать. Мне должен был Игорь открыть. Биньетку купить на Данию. Пикает. Опять открыл? Страну не ту. Суня, в Швецию уже зашел. Какой, блин? Решил страну открыть. Открыл, блин, Германию открыл. Хорошо бы далеко не проехал. Думаю, ехать, а что ты? Не Швецию открыл? А, вернее, не Германию, а Данию открыл. Что за ерунда, блин? По привычке. Проверим. Не, по-моему, я как раз сейчас Данию открыл. Все правильно, нет. Данию у меня открыто. Не знаю, что он там глючит этот немецкий. ой да вот я не могу вспомнить реально по-моему там было что ты сходишь и с правой стороны блин где-то вахаре парома сходил и можно было постоять не помню ладно по дороге вспомню поехали ну что вот и вечер как ожидалось из-за заправок очереди на одной из заправках которая заехал не удалось заправить только правый бак там очередь там какая-то мама не горюй поехал на нормальную заправку потом доправился тут получается что максимально за день можно набрать 800 лет у меня 800 евро в голову вбилось вот ладно в итоге я из зданий не вышел и ночую рядом с портом самом порту там нельзя ночевать я нашел местечко недалеко от порта вот как то так мне двор оставалось работать час сорок пять сорок пять минут идет паром сколько ждать не известно очередь есть и следующий паркинг на той стороне у там такого нету паркинга вроде где 45 стоял первый ближайший паркинг там по моему 42 километра лесной а последующий еще там 50 чем-то поэтому мог остаться я где-нибудь на трассе и игорь предлагал легла ну я очень подъеду поближе к порту тогда не надо завтра будут открывать дорогу датскую потому что здесь тропами раз и попал уже куда надо ну что все в порядке все в порядке ребята настроение хорошее едем в бельгия завтра надо проскочить в германию и войти в бельгию заехать в магазин ой и зайти в голландию заехать в магазин по дороге в германию и что еще и подъехать как можно будет поближе к бельгийской границе и тогда ставить на паузу до понедельника в бельгии я не хочу заходить вот ну и думаю что и не стоит зачем бельгии открывать в субботу если можно открыть в понедельник как то так ну и в голландии у меня интернет бесплатный будет голландский так что лучше я в голландии останусь поближе к бельгийской границе вот такие вот планы ребята ну на этом все как обычно берегите себя своих родных и близких и все будет чики пуки так